Всем привет! В студии я, Анна Глазунова. В эфире я расскажу вам о самых актуальных новостях в студенческой жизни. Итак, начинаем наш выпуск. Уровень подготовки иностранных языков в Институте международных отношений истории востоковедения КФУ стремительно растет. Хлебниковский фестиваль Ладомир объединил известных поэтов города России. В КФУ стартовал ежегодный фестиваль Russian PR Week 2017. В ближайшее время в Институте международных отношений истории востоковедения КФУ будет стремительно повышаться уровень подготовки иностранных языков и практика реализации сетевой магистратуры. С чем связаны новые перемены, выясняла Аделя Шамилова. 20 апреля историки и востоковеды Казанского университета защитили стратегию развития своего института в размере динамики КФУ. В начале встречи собравшихся поприветствовал директор Института международных отношений истории востоковедения и напомнил коллегам о достижениях, которых добился институт. Переходя к стратегии дальнейшего развития коллектива, директор института сразу обозначил необходимость повышения уровня подготовки иностранных языков. Поговорили о рейтингах. За последний год проведены новые исследования, что дает надежду на рост количество публикуемых результатов, а значит и публикационной активности. Разумеется, не только повышение в рейтингах является задачей института. Насколько интересна научная работа студентов на международном уровне, отлично показывает практика сетевой магистратуры. Есть у нас сетевая магистрическая программа по направлению логистики. Она реализуется совместно с Северо-Арктическим федеральным университетом, Новосибирским госуниверситетом, Умским федеральным университетом и Немецким культурным центром имени Георгия. Может ли КФУ предоставить возможность подготовки блестящего специалиста? Безусловно. Преимуществом классического университета как раз и является широкий выбор направлений подготовки, и что является важным условием для разработки дорожной карты института, которая по-прежнему подразумевает повышение уровня подготовки преподавателей, хорошо осведомленных в своих предметных областях. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетьяров, Универньюз. В Музее истории КФУ дан старт очередному, уже шестому по счету, Хлебниковскому фестивалю «Ладомир». За все время в нем приняли участие более ста известных поэтов России, ближнего и дальнего зарубежья. Вильмир Хлебников – уникальное явление в русской культуре. Поэт, мыслитель, математик, орнитолог. Он во многом опередил свое время. Его гениальные произведения не укладывались в рамки современной ему науки, искусства и литературы. До сих пор изучается его творческое наследие, оспариваются те или иные утверждения. В 2012 году был создан Хлебниковский фестиваль «Ладомир», который проводится в Казани и Елабыге. Основатель фестиваля – российский поэт, заслуженный деятель искусств Татарстана Лилия Газизова. Литературный процесс сильно отличается от процесса, который был, допустим, 30 лет назад, ну, скажем, в советское время. Литературная жизнь бурлила, кипела вокруг союзов писателей. В современное время союзов писателей сильно измельчали, будем так говорить, и они не определяют литературу. Литература более вольнолюбивая, литература не нуждается в берегах. И вот литературные фестивали – это одна из форм творческой активности. Поэтический фестиваль посетили почетные гости. Среди них консул, заместитель главы миссии «Временный поверенный в делах» Лас Ладороцый и первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова. Хлебниковский фестиваль буквально объединил поэтов со всей России. И здесь и современные поэты Казани также приехали прочесть свои стихи и встретиться с единомышленниками с Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Тарту. Из трав от ветра пошедших в пляс, из лужи, из глины сырой, Господь слепил тебя в первый раз, а я в первый раз по второй. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универньюс. 19 апреля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального состоялся творческий вечер-портрет, посвященный году Николая Лобачевского в КФУ. Что же связывает геологию и математику, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. 19 апреля в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся творческий вечер-портрет, который приурочен году Николая Ивановича Лобачевского. На самом деле это не только мероприятие, связанное с математиками. Дело в том, что в современной геологии очень широко разноинформационная технология, подходы к моделированию месторождения, где используется очень много математических знаний. Поэтому мы также хотим принять участие в проведении года Лобачевского и познакомить более подробно наших студентов с темой математика в геологии. Стоит отметить, что на данный момент практически каждая наука математизируется, в том числе и геология. Творческий вечер портрета – это не только научно-популярная лекция, но и серия мастер-классов, посвященная той тонкой грани, которая объединяет математику и геологию. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс. Голод, холод, а в глазах страх за себя, за семью, за родину. Такой помнят Великую Отечественную войну наши бабушки, дедушки и прадеды. А поиски без вести, пробавших солдат, продолжаются до сих пор. Именно этим занимается поисковый отряд «Снежный десант» Казанского федерального. О том, куда они отправятся на этот раз, выясняла наша съемочная группа. В малом зале КСК «Уник» состоялись проводы поискового отряда «Снежный десант» в межрегиональную поисковую экспедицию «Любань-2017». Сначала осенью у нас происходит разведка. Мы ищем места, где возможно найти бойцов, поднять. Это преимущественно воронки. Потом весной мы выезжаем. По данным местам ведутся уже работы. Откачиваем воду из этих воронок, расчищаем поверхность, сделаем археологический стол и поднимаем останки бойцов, для того, чтобы в дальнейшем их захоронить с почестями. Экспедиция «Снежный десант» отправится в город «Любань» Ленинградской области, для того, чтобы найти пропавших и погибших без вести в год Великой Отечественной войны бойцов Красной армии. В этом городе происходила Любанская наступательная операция, где действовала 54-я армия. В мероприятии приняли участие не только бойцы отряда «Снежный десант», но и студенты, администрации университета и ветераны поискового движения. Над ними по троле зеленой уходит взвод. Куда ведет его дорога? Туманный след. В земле солдат и так уж много. За много лет. Бойцам отряда «Снежный десант» вручили памятные подарки, а также сказали теплые пожелания и напутствующие слова. Анна Глазунова, Владислав Михнецкий, Универньюз. 20 апреля в КФУ стартовал интерактивный форум общественных коммуникаций «Russian PR Week». Настоящие гуры коммуникации расскажут участникам форума, студентам о рекламе и пиар. О том, как прошло открытие форума, пиарщиков ты узнаешь в сюжете. Диана Шиловой. 20 апреля в главном здании университета всех пришедших встречали студенты в ярких толстовках с надписью «Russian PR Week» и бейджами организаторов. Это означало лишь одно, что стартовал ежегодный всероссийский форум пиарщиков. Мы организовываем форум уже не в первый раз, то есть это по счету уже четвертый форум и четвертый год, который мы проводили. Поэтому у нас есть сплоченная команда, которая готова и может работать. Поэтому мы, наверное, идем по одному и тому же пути. В ближайшие четыре дня, включая этот, мы ожидаем, наверное, прилив молодых пиарщиков, студентов, иногородних тоже наших друзей, которые приедут к нам на форум. И, конечно же, крутых спикеров и выступлений. Russian PR Week – это всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций, который проходит в этом году в Казанском федеральном университете с 20 по 23 апреля. Я с радостью прихожу к вам, потому что я знаю, что здесь можно зарядиться очень такой интересной и очень креативной атмосферой. Я думаю, что и сама Казань вас удивила тем, что сегодня в апреле она вас встретила снегом и такой погодой. Поэтому я думаю, что форум она обязательно состоится. Я очень рада вас приветствовать в Казанском федеральном университете, как и все организаторы, как и все те, кто действительно с большим трепетом относится к этому форуму и к этим мероприятиям. В этом году в рамках форума Russian PR Week пройдут мастер-классы от ведущих специалистов по четырем секциям – спорт, персоналити, политикс и бизнес, олимпиаду по рекламе и связям с общественностью и научная конференция. Организаторы также подготовили и развлекательную программу для гостей. Начать все-таки с того, что поблагодарить организаторов сегодняшнего события, события, которое четыре дня продлится у нас в Казани, в Казанском федеральном университете. Потому что мы уже на программном уровне, на уровне того, что предлагается в эти дни, можно сказать, что форум состоялся. Russian PR Week дает возможность специалистам в области public relations, рекламы, digital, social media, маркетинга, журналистики и смежных областей окунуться во все аспекты рекламы и пиара, узнать что-то новое и применить это в будущем на практике. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня это все. С вами была я, Анна Глазунова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин